здравствуйте уважаемые зрители абснахабар мы продолжаем работу прежде чем перейдем к нашей беседе прошу вас подписаться на абснахабар во всех социальных сетях и так сегодня в гостях у нас руслан хандиратович агощба зеруба буквально два часа назад появилась информация о том что правительство абхазии в лице кристины константиновны узган все-таки решились и подписали так называемое инвестиционное соглашение много уже было обсуждение этого соглашения еще с лета и главный акцент которые поставили экономисты и общественные деятели политики это вопрос земли и именно обсуждение вопроса земли ее потери или потери контроля над землей мы бы хотели бы сегодня обсудить с вами с точки зрения нашей истории исторической культурной духовной вот как-то вот и как в истории абхазии как и так и в истории других народов потом коротко очень к сожалению это самый больной вопрос во всем мире во вторых я хочу сказать для незнающих особенно для чиновника которые почему-то когда переходят заходят в свои кабинеты теряют душу продают душу дьяволу пускай всевышний их направит по правильному пути это их благословляют вот есть абхазское выражение начиная с троянской войны ну и так далее я люблю эту фразу часто употребляю вторая фраза потому что за эту землю столько мы на наши предки отцы деды пролили крови что просто невозможно описать даже земля жалеет нашу кровь я хочу пожелать нашему народу в начале чиновников я не говорю это мертвые души как у гоголя гражданского мужества самое главное тогда наш народ будет примером для других народов мире даже ну на эту землю всегда покушались начиная с древних войск асизостриц это все описано геродота римляне греки кстати мало кто знает это в 9 веке при абхазском царе креки трижды терпели страшное поражение от абхазгов так они пишут абхазского царства последний раз потеряли 40 тысяч воинов вот представьте ну и у нас тоже были огромные потери но они не пустили врага вашу силу потом мы знаем генуэсты но генуэсты нос свой не совали дальше берега моря они подкупали верхушку торговали с ними в 1453 году с падением константинополя началась турецкая экспансия но турки тоже не могли захватить абхазию потому что народ был монолитный хотя у нас кровавые экспедиции были неоднократно но абхазцы в ответ тоже не оставались в долгу морские особенно экспансии не только морские экспансии они довели султана до того что он издал приказ разрешить народу абхаза пить вино и запретить обрезание лишь бы они не нападали ну это так предисловие у нас были кровопролитные воины с грузией мигрели очень кровопролитные по побережью они не могли идти на нас взяв у турции флот они вот дошли до сандрившин но там за гаграми потерпели страшное поражение и экспансия прекратилась ну как абхазцы почему это все говорю часть земель они сумели отвоевать но абхазцы даром время не теряли собравшись с силами не нанесли страшное поражение мигрельским захватчикам вплоть до того что они бежали от собственной тени это источники я привожу принимаю за абхаза и границу провели абхазы не по ингуру а по крепости Рухи Рухи Куап это дед Мурзакана он похоронен в русской крепости вплоть до середины 19 века абхазцы еще помнили что граница их та сторона а не эта сторона ну как бы барьер делали чтобы не переходили и в пору независимости абхазии то есть до 1864 года я подчеркиваю не смели ногу ставить абхазии чужеродные элементы как купцы могли приехать поторговать и уехать все и поэтому абхазцы составляли ну 99 и 90 процентов населения нашей страны хочу подчеркнуть что как у нас был решен земельный вопрос дай бог чтобы до сих пор море в мире был так решен у абхазцев очень интересная поговорка есть на которую мало кто обращает внимание ахи амстей анхави еще князь я дворяне анхави это вольные жители это крестьяне неправильный перевод они братья почему землей никто не зависит анхави жили даже порой лучше чем князя и дворяне молчал ну и так далее грузинский один ученый обратил на это внимание еще миликишвили лет 50-60 он писал что абхазское царство создалось благодаря тому что были свободные общинники они свободно владели землей и поэтому они защищали страну и предоставляли царю абхазии отличное войско вот так условный перевод но но ахай гякоб и гайбаб пришел трагический 19 век началась экспансия россии вот я хочу чтобы люди запомнили воюют из-за земли земля нужна была потом сами даже царские генералы писали они горцы нам кавказа не нужны нам нужна их земля конкретно есть сколько хотите свидетельств я хочу подчеркнуть очень интересная вещь восточный кавказ не так пострадал ну в изгнании их в сибирь ссылали но основную массу населения сохранили а на западном кавказе адыги и абхазы потеряли 85-90% населения можете себе представить что происходило почему нам нужна была земля во-первых побережье стратегическое побережье черного моря во вторых самые удобные перевалы которые связывались с Россией оттуда можно было через черное море или сухопутным путем добраться до аравийской пустыни до Индии и так далее как сегодня принято это логистика была очень удобная ну все знают это я не почему сейчас поймете туда клоню в 1864 году было упразднено абхазское княжество абхазия потеряла независимость и вот с той поры начали лезть из-за ингура уже колонисты в абхазию в пору независимости абхазии как пишут и русские и другие источники российские они не смели ноги ставить в абхазии просто не пускали их Россия начала российское правительство чиновничество особенно как и сейчас извиняюсь оно всегда было невежественным большей частью начала проводить свои реформы на основе российских законов и вот реформа по освобождению крестьянства коротко это очень крайне интересная история мы говорит вас освобождаем абхазцы стоят ну комиссии ездят мы ни от кого не зависим мы только признаем Бога владетеля родители все те понять не могут вас освобождают мы ни от кого не зависим они они по примеру царской России мигрели там жители народ за людей не считали это сейчас не будем оскорблять никого что происходило мы прекрасно знаем по учебникам по фильмам по литературе по источникам и так далее вот за это вспыхнуло брунтлыхинское восстание странное восстание не только странное а бард сейчас не хочу один абхазист скрыкнул оскорбительное слово ну цензурно но не хочу его говорить над нами издеваются что ли эти дьяволы так условно скажем и всех они оскорбляли людей женщин ну не зная культуры народа сейчас тоже иногда глупости говорят не за них стыдно за российских чиновников не всех конечно и загремели выстрелы все были перебиты жестоко были изрублены я не мог понять когда в детстве читал жестокости а когда узнал как они относились к людям как они издевались пытались издеваться это с кавказцами так шутить нельзя в частности с нашим народом сейчас очень это не понимают многие потому что потеряли свою культуру не знают языка не знают народных песен кроме пить и кушать ничего не знают наши чиновники это я тебе даю честное слово но не комсомольское что интересного это очень интересные факты просто их коротко сейчас сжимаю после Лыхтинского восстания там пару начальников сменилось был Гейман он был палач былского абхазского народа он был очень жесткий и справедливый и когда в Абжуйском округе решили по примеру Грузии князя и двора не проводить реформы а царские власти спохватились они начали тоньше изучать быт абхазов и они вот сейчас интересно заключение комиссии Панце было 1868 год основную категорию народа составляет сословия землей они независимы от высших сословий и жили часто зачастую лучше их что их резко отличало от России и Грузии и так далее и они хотели по примеру Грузии вести что крестьяне их зависимы и так далее а он то уже знал эти законы ему уже материалы положили на стол он так резко выступил я с Абжуйский округ доложу народу что вы делаете они вас разорвут и тогда высшее засловие подняло руки и понял что ничего не пройдет что человек проявил характер гражданское мужество то что сегодня не хватает но наши многие пока не хватает пока не это проснется это алащаму алащаму вот то что ну я уже говорил народ не понял от чего их освобождают крайняя грубость это цитирую чиновников незнание традиции привело к восстанию 1866 года самое интересное на ошибках учиться ничего не произошло через 11 лет было новое восстание 1877 года основным основным одним из законов был кстати земельный вопрос земельный вопрос я хочу сказать следующее что ну сейчас не буду переселять изгнание там было 5-6 этапов опустела вся Абхазия осталось 19 тысяч абхазцев знаете потом тихо-тихо до 30 тысяч вернулось и вот мы все сегодняшние живущие в Абхазии происходим одних но я не говорю о репрессиях о войнах и так далее это все что было но после войны 1877 года 78 неправильного не было только здесь и абхазов тоже выселили Абхазы Абхазам было запрещено подчеркиваю жить от реки Австад до реки Кудор все это вокруг Сухума всех абхазцев поединок фактически выселили мы были гостями на своей земле а позже 80-90 в город Сухум не пускали в Афон не пускали в Гудаут в Гудауты не пускали это все наш народ пошел эти унижения почему в 1917 году они поддержали Лакова потому что обещали решить земельный вопрос земля принадлежит тому кто ее обрабатывает обрабатывает мало кто знает еще раз между монахами и абхазцами такая война шла они в спину убивали абхазцев абхазцы тоже в долгу не оставались за землю не пускали на родные земли не пускали не надо подчеркивать там это религиозность школу открыли все воины за что происходит за женщины и за земля еще раз подчеркиваю обращаюсь надо знать что основной это земельный вопрос будущее наших правнуков всех они должны быть хозяевами на своей земле извиняюсь сколько было процентов абхазов до войны 17 а сколько погибло в боях свыше 84 процентов погибло я знаю если б все были как говорится жителями настоящими коренными жителями они бы тоже такое мужество проявили как наши ну сейчас тоже правду скажем был и сухумский патрон и сочинский патрон который сейчас усердно усердно рвется к власти ну это бог им судя я хочу сказать не это сейчас поймете куда я приду канон то есть закон вот это не мое мнение мнение нашего народа потому что я со многими общаюсь очень со многими земля не продается за землю воюют землю защищают у нашего народа должно быть будущее подчеркиваю и это должен усвоить каждый начиная с верхушки кончая маленьким ребенком давайте вернемся к 30-ым годам репрессиям сегодня еще и день репрессированных все умничают понимаешь ну извиняюсь нет такой семьи где репрессия не коснулась абхазской я помню вот георгий я говорю следующая книга вышла ну участники революции там я в школе еще учился 37 ну 80 процентов 37 я при нас же не говорили нас выгоняли тихо тихо шептались кое-что мы улавливали потом я своим детским он понял что они все были репрессированы все кто более-менее владел ситуацией был настоящий мужчина вплоть до женщин репрессировали в одну только ночь на гумисте рассказывал 784 абхазцы было расстроено старые люди говорили в дранском дранской тюрьме не ходите по земле везде абхазы зарытые которых убивали в 37 году я не говорю о Баглане о Гаверах потом началась война 41-45 знаешь что было 5 поголовных мобилизаций у абхазов в колдохварах женщины копали землю это по абхазским традициям нонсенс нельзя это делать мужчин не было это все было поставлено чтобы обезглавить поставить на колени абхазский народ кстати продолжалось переселение в период в 41 году в Ахалдаву привезли в другие села привозили даже были случаи выкапывали покойников и на их место селили переселенцев это было нужно правду говорить чтобы люди знали еще раз говорю что Леон ты молодой вы молоды земляне продается за землю воюют за землю проливают кровь коротко но очень интересно приведу пример Палестины что происходит сейчас не буду комментировать сейчас они ну уже сколько лет в кольце сколько лет это происходит в 32 году их продажный парламент я не хочу чтобы наш парламент называли продажным но он уже к этому катится частично по крайней мере применял закон который снимал все ограничения на продажу земли 32 год подчеркиваю и начали израильтяне скупать земли и так далее 37 ярчайших представителей палестинской интеллигенции арабы были уничтожены самими же палестинцами киллеры их купили за деньги народ по сей день проклиняет этот парламент по сей день и что творится вы знаете ну говорят история ничему не учат умного человека она многому учат кто понимает кто любит свой народ кто ценит свой народ кто понимает свой народ неужели вы не понимаете что хотят вас просто покупают а нужны земли еще раз подчеркиваю наша война очистила Абхазию есть абхазское хорошее выражение Абхазия 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 в течение года их не стало но нужно дальше продолжать еще раз говорю нам нашему народу необходимо проявить гражданское мужество а сколько погибло из 100 процентов 84 да абхазов они заслуживают право быть хозяевами на своей земле обязаны один небольшой пример очень интересный мало кто это знает вечная память Ермала Гаджинджелу он опубликовал в республике Абхазии у Сталина в охране когда он был в Тегеране было два абхаза смыр и аршба крепкие физически подготовленные молодые ребята смыр и аршба да вот аршба он потом звание имел хороший был близкий родственник Ермала и рассказывал ему следующую историю очень интересную ну все знают в Кварчеллах коксующий уголь шикарный добывался русской колей когда Чемчири была проведена там порт был и возили уголь и так далее даже во время войны когда война шла очень помогал Черноморского флота хотели построить госплан СССР например металлургический завод в Тамыше в Тамыше на родине нашего уважаемого в кавычках и Ось в Писаре сказал нет абхазы малочислили народ он может раствориться среди рабочих там тысячи рабочих должны были привезти это точная информация точно точно это Ермолай опубликовано никто же ничего не читает анализы не могут делать потому что ничего не читают так получается Сталин что заботился об абхазах ну и и это кстати они его дважды жизнь спасали это он тоже хорошо знал и перевели ну в Грузию там в марнюли по-моему если не ошибаюсь даже Иосиф Сталин который далеко проявил человеческую мудрость так скажем благородство а эти люди чем думают он не стыкуется с его прежде не но еще раз повторяю его дважды абхазы спасали от смерти реальный случай сейчас не буду там это другая тема совершенно а сейчас что происходит чиновники в лице депутатов госдумы с нашего абхазского телевидения нас учат тому разуму что надо продавать землю слушайте мы нам больше можем сказать вы уже пол России продали теперь за голову хватаетесь сейчас более-менее государство в порядок приводите земля не продается что издеваючи размножайтесь это мы от грузин слышали вот это бестакность поведения ваше вас подведет чиновников имею ввиду надо уважать любого человека маленького большого простого потому что высшей человечественности ничего нет и не будет хочу привести еще один пример у нас должна болеть душа ну у чиновников так скажем все знаете десятую школу знаете она переполнена классами знаете правильно ну напротив сам бог дал место чтоб там был стадион построить дополнительно корпус ну разгружить здание и так далее в центре города строят многоэтажку на каком основании на ком право праве эти люди не думают о детях о будущем страны они должны уйти уйти с позором должны уйти не хочу фамилии назвать не хочу никого оскорблять но надо иметь честь превыше всего как говорил соснолей вечная ему память сейчас вам один пример проведу сейчас очень интересный пример из нашей более чем столетней истории насколько абхазы были мудры в 1913 году было трехсотлетие дома романовых ну все делегации великой россии она великая если настрала прибыли поздравлять императора в москву в петербург и император сидит натронет с ним супруга и проходит делегация одна вторая ну все народы ну абхазы тоже представительная делегация там гнездя дворяне анхаю все вместе абхазцы проходят он сидит они вышли уже потом так стали рассуждают абхазцы между собой это реальный случай говорит один старший что что его спрашивать эта власть долго не продержится почему когда люди проходили они даже не вставали а вы знаете самое главное уважение к человеку у них это отсутствует я вижу что эта власть несколько лет и все она рухнет так и произошло еще нет абхазцы говорили вот на этом на этой культуре вырос нет больших народов нет малых народов весь народ надо уважать их традиции ну и так далее землю надо беречь земля не продается деньги это бумажки еще раз что происходит в палисине что их парламент в тридцать втором году натворил он до сих пор расклёбывает и весь мир может взорваться не приведи господь бог господи прости я к чему говорю люди будьте мудрее будьте мужественнее встаньте на защиту родины можно вопрос да сатамас вот здесь я думал что по-другому будет выстроен эфир но так подробно и исторически так все разложили что на большинство вопросов большинство темы ответили но у меня один вопрос остается когда мы вот видим примеры из истории абхазии это примеры мужества гражданского мужества и в военное время и так далее что сейчас останавливает от гражданского мужества абхазское общество потому что я все молчу молчу ну говорили же мы ну вы молодые слишком извиняюсь я считаю вас ровесниками но у меня прекрасно события всех 67-го годов выполнены последующие и так далее наши мы имеем два телевидения наше телевидение не принадлежит там директору ГРТК президенту никому это народ завоевал ни комсомольцы завоевали ни коммунисты люди встали защитили свои права добились и телевидение должно быть общим информацию нужно давать народ страдает от нехватки информации ну есть интернет но а все абхазии мы же не дети включают что телевизор смотрят оттуда такая чушь иногда несется аж стыдно мне становится я извиняюсь я не ребенок есть о чем говорить есть что сказать я вот помнишь тебе рассказывал пример гражданского мужества еще раз повторю в тридцать седьмом году в селе Ткворчал старшиной села был Миша Аргун Миша Шуханович Аргун пришла разнарядка из КГБ составить список врагов народа и предъявить соответствующие органы он оделся побрился вещи собрал поехал в город не в Ткворчале а в Ачимчире ну в ту студию в Ачимчире зашел в этот в органы положил на стол документ говорит вот здесь список врагов народа открывают враг народа Аргун Миша Шуханович десять лет он отсидел от звонка до звонка но ни одного человека не тронул всех спас вот я желаю нашему народу быть вот такими то же самое сделали в Абгахуке Шамбахаджират и Смирчик и еще арш бы им помог ну и так гражданского мужества точно так же поступил там в другом варианте почти Меджит и Зануха тоже спас людей люди всегда были если б не было нас вообще хотели стремить до последнего человека это я хорошо знаю ну вот должна быть открыта свобода слова гражданственность сидеть умничать знаете это очень легко говори знаешь как легко поливан мой дорогой извини делать надо дело система образования совершенно никуда не годится ну я извиняюсь спроси любого ай по шуте члена правительства парламент ну парламент может один два читают что они читали в последнее время сейчас не хочу оскорблять сегодня я сегодня об этом думал что они читали что они читали тоже не читали что мы все читаем я так я не буду сейчас говорить только тех кто в правительстве или в парламенте как это важно читать и еще один вопрос но только на абхазском а пожалуйста что у вас сара а бри пицунда сара ну кулас ай хала чашу на студия че гус уфеет адгеллахак ануха я на пицунда и шабалак и риртас чуя гардитах и разрым тадзит а бри адгеллахак иногда не разрым тадзит а бри адгеллахак яд хилана апсва чайхо и то и и и и а и и и и и Почти не хотят, но они не мешают. Я пришел, по-другому, с дроби, сабик, в Газке и в Хаббасе. Посмотрим, шаначком. Жены, жены! Глены. А с мазки советуются. Азныкозы зел газ. А с мазки, в Газе, простигают, аргазнированные колонизации. Абхазия. Колонизация. Ужига они хотят организовать колонизацию Абхазии. Я вон. Арги ахвам, адшазги и вон. Табу. 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 Дудзина. Спасибо за эту беседу. Взерас.